Накануне Нового года, в декабре, такой мороз на улице, нам негде ночевать. Едкий запах канализации, отсыревший пол, забороженные двери, испорченный линолеум. От недавно сделанного ремонта не осталось и следа. Из-за крупного порыва на теплосетях дом Семи Тютеревых затопило кипятком. Оставаться в нем было страшно и невыносимо, а жара, как в сауне, под 100 градусов. После этого испарения кипятка, весь подпар вышел в дом. Вот была вода везде, была вода, вот здесь просто все было в воде, все мокрое, вот дверь померзла. По словам Татьяны, чтобы откачать воду и восстановить тепло, сразу вызвали аварийку, но та приехала лишь спустя 4 часа, когда вся вода уже впиталась в пол. Да и трубы отогревать пришлось самим, вручную. Сейчас в доме немного потеплело, но жить в ледяном замке совершенно невыносимо. Семья с маленьким ребенком юдится у родственников. Третьи сутки уже не спим, утром сюда приезжаем, пытаемся здесь что-то делать, для кого-то достучаться. Плюс все это смыло вниз, как фундамент себя поведет весной. Дом может повезти, у соседки пошли трещины в гараже. Вот посмотрите, вот это вот прям, вот калитка, к ней вчера приезжал человек, он заглянул, он говорит, я боюсь проходить, там опасно. А это как раз соседка. Трубы в ее доме ледяные до сих пор. Насколько мне известно, подача тепла, теплосети, которая была, прорыв, где произошел, ее поменяли еще вчера утром, но прошли сутки, вот у меня дома тепла пока нет. Как пояснили в обслуживающей организации, теплосети на ВРЗ провели больше полувека назад. С тех пор их ни разу не капиталили. Это и сыграло роковую роль, говорят специалисты. Очередных морозов трубы просто не выдержали, лопнули. А на вопрос, почему экстренно не получилось ликвидировать аварию, ответили причин несколько. Сейчас осталось отогреть три частных дома, пояснили в тепловой компании. Работа на поврежденном участке идет полным ходом. Вернуть тепло оставшимся людям коммунальщики обещают до конца дня. А в следующем году, заверили специалисты, на этих теплосетях проведут плановый капитальный ремонт по замене старых труб, чтобы подобный инцидент больше не повторялся. Ну а тем, чьи дома серьезно пострадали от порыва, специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться в СГК. Валентина Скерова, Николай Шилко. Наши новости.